Всем привет, друзья! Продолжаем проходить модификацию возвращения Шрама 2 и сейчас мы отправляемся в Мертвый Город для того, чтобы ликвидировать там одного влиятельного полковника, который вроде как собрался уничтожить долг. Идти в Мертвый Город нужно ночью, ну или же в темное время суток, как нам говорили, а переход в Мертвый Город находится здесь, за стадионом. Так что переходим. Итак, мы в Мертвом Городе. Появляемся вот в этой части города. Хорошо, давайте заглянем в ПДА, посмотрим, что у нас тут написано. Нужно пробраться на чердак полуразваленного здания, что в Мертвом Городе. Далее найти подобранное место и все необходимое для ликвидации полковника. В случае удачной миссии, либо провала, нужно быстро покинуть место и бежать к переходу, который выведет в бар. Задание лучше выполнять, когда стемнеет. Также помнить о снайперах и охране полковника. Такс, ну давайте смотреть. У нас тут отмечено наиболее безопасное место для подхода к полуразваленной пятиэтажке. А вот сама пятиэтажка. То есть нужно нам как-то вот так вот обойти и потом как-то вот так-так-так и сюда пробраться. Ну давайте пробовать. Так, значит подхожу я вот к этому большому дереву. Похоже именно на нем стоит метка. Ну и вот отсюда нам нужно будет как-то пробираться. Ух ты, как тут все ярко с ПНВ. Пробираться вот на чердак этой разрушенной пятиэтажки. Так, сходят тут разные всякие ребята. Ну у нас стелс-миссия. Нужно как-то пройти в тихую. Ну вот он сейчас пока спиной к нам. Давайте попробуем подбежать поближе и пойдем прямо за ним. Так, ну-ка. Тихо. Все, идем на шифте за ним. Ага, там дальше, судя по Биарадару, еще ребята сидят. Вон костер горит. Но мы пока что беспалевно идем за мужиком. Я надеюсь, он сейчас не развернется, а пойдет повернет налево. Потому что если он развернется, то увидит прямо нас. А убивать его сейчас нельзя. Вроде повернул налево. Замечательно. Еще и побежал. Так, побежал, только забежал в тот подъезд, куда я направлялся. Ладно, давайте... Ой, ее еще заметят. Тихо. Заметили. Да? Или нет? Не знаю. Давайте подождем немного здесь, посидим. Может быть этот мужик выйдет. Так, у нас кто-то еще там тоже. Ладно, пока вроде все спокойно. Хотя по белой полоске казалось, что нас уже заметили. Ладно, пока сидим, ждем. Так, так, так. Нас либо заметили... Да, либо... Мы можем воспользоваться моментом. Несмотря на то, что нас вроде как видят. Быстрее в подъезд! Так, все. Проходим. Проходим, проходим, проходим. Быстрее поднимаемся. Пока этот мужик не вернулся. Так, отлично. Эть. Здесь сохранимся. Наверх. И вот он, тот самый чердак. Так, тут надо найти... Вон, по-моему, лежит дипломат. Ага. Забираем и получаем СВ-98, глушитель винтовочный. И... Рацию. Хорошо. Так, это можно сюда прикрутить. Замечательно. Так, рация, рация, рация. Можно переместить в первый слот. И теперь будем ждать. Будем ждать и не дергаться. По-моему, нам вот здесь вот... Что ты, Гриша, так сталкеров-то ненавидишь? По моим данным, именно сталкер-одиночки помогли отбить атаку наемников на двой блокпост. А сталкеров все равно полная зона. Да провокация все это, видать, заранее спланирована Ворониным. А сталкеры эти грязные, вшивые, не только обходят, вынося разную хрень из зоны, но и нападают на наши блокпосты. Штут ГСМ и твари одним словом. Одного заглава с Ашваном подобрали на ЧАЭС. Жизнь спасли, а он, сволочь, взорвал ГСМ в кишке. 150 тонн бензина. Мой зад будет трещать на немецкие кресты. Как мне оправдываться перед комбригом? Когда посадили этого с Ашваном до выяснения причин, то он сбежал со своими сокамерниками, предварительно перебив охрану. Так, значит, покушение на главарей сталкеров на кордоне организовал ты или не ты. Мы с тобой, Гриша, давно друг друга знаем. Так что разговоры не дальше этого стола и наших ушей. Ну, давай, по чуть-чуть. Да, хорошо пошла. Так и я организовал. Но снайпер дерьмом выпопался. Сначала завалил не того, кого надо, а больше самого грузов. Туда ему и дорога. Ну, тебя что, такие большие проблемы? Просто вырешил уничтожить, да. Ну, еще будет все. Ах, хорошо пошла, зараза. У меня, Вася, две больших проблемы. Первая, это долг. Вторая, это группировка танка, которая также работает на долг. Вот наемник со шрамом, про которого я тебе до этого рассказывал, работает на ворозе. По своим каналам узнал. Уничтожу долг, лишу все свои проблемы. Нет, брат, у тебя еще одна проблема появилась. По некоторым данным, в зоне появилась не просто группировка, секта или клан, а серьезная организация. Так что пока дерзай, Гриша. Кто они, пока неизвестно. Но их люди уже в зоне. Целых тоже неизвестны. Но, скорее всего, полный контроль над зоной. Вот такие пироги, Гриша. Приказ левый на атаку пара спецназам я дам. Китай карту пара мне на планшет. Но тебе это будет дорого стоить. Так что приготовь листок и ручку. Не люблю я цену озвучивать. И знай, Гриша, если нас с тобой здесь не сожрут мутанты, то на большой земле за этот приказик нас точно сожрут или живьем закопают. А в лучшем случае потеряем погоду и отсидим по термончику. А мы, Василий, не собираемся на большую землю. Мы на канар рванем сразу. Вот подаю еще малость этих гребаных хозяев и свалю отсюда. Вот, и со мной на канаре. Представь, пальмы, солнце, море. Ты плаваешь на матрасике, а вокруг тебе голые зяночки. Вась, давай еще по чуть-чуть. Ну давай. Канары так канары. Лишь бы не нары. Пойду я подошел свежим воздухом. Окно-то можно открыть. У тебя тут все под контролем, Гриша. Да, а женщина-то где? Ты обещал, Гриша. Да все в ажуре, брат. У меня кругов снайперы, охрана и целая зенитно-пулеметная установка. А женщины, женщины, просто задержались. Выброс был, вазик застрял. Но через полчаса они будут здесь. В смысле провалено? Алло. Че провалено-то? Столько сидели. Но через полчаса они будут здесь. Ну что, можно? Все. Отлично. Это уже не важно. Противник, не противник. Так, берем войска. Бегом к переходу. Черт, бараны! Поганые недоноски. Все пойдете по трибуналу. Что за переход на карте? Снайперам не спать. ЗПУ выкатывайте. Не упустите эту тварь. Освидули. Все, я погнал. Так, к латам бежать. Ага, понятно. Метка, кстати, осталась здесь. Наиболее безопасное место. Ну, а мы бегом к переходу. Пардон, это не тот переход. Нам нужен вот этот. Так, я подбегаю. И мы переходим. Отлично. И оказываемся мы за локацией на территории... Янтарь? В смысле, там же был в бар. Эээ, как так-то? На бар? Хм, интересно. Ну, ладно. Раз такое дело, можно тогда сходить вот в тайник проверить. Ну, и потом будем отправляться в бар к Воронину. Капитан Гринько. Наемник, подонок, я тебя достану. Слышишь, тварь? Ну, посмотрим. Ой, тут радиация. Я как-то не так побежал. Как тут выбраться с этой территории? Вот так обегать, наверное. Слышу, ты меня уже достал. Так что застрелись, пока есть время. Ведьмы. Игрик атака. Цель мертвый город. Установить сектор. Так, смотрим, что тут за тайник. Ага. Морской еж. Кстати, вроде еще не находили такой артефакт. Ну, ладно. Пойдет. Итак, значит, пришел я в бар. Готово, генерал. Там был знакомый капитан. Именно тот, который на меня повесил ГСМ в кишке. А потом посадил в темницу. Капитан Гринько, как я понял. Это он устроил вражду военных с долгом. Мразь, одним словом. Он жив? Живей живого. Эх, надо было его в первую очередь. Ладно, пусть живет и боится. Теперь о тебе. То есть о твоей дочери. Деньги поступили, но гарантий на ее... Ее выздоровления нет. У тебя какие сейчас планы? Пойду в Припять и найду того сталкера, который излечился прямо в зоне от такого же недуга. Так что, генерал, я отправляюсь туда немедленно. Если что, дам знать. Угу. Новое задание. Мерцающее. Так, ладно. Ну, пойдем тогда поговорим с мерцающим. Возможно, они все-таки уже нашли кувалду. Ну, посмотрим. Итак, мы снова в Припяти, и вот он мерцающий. Какие новости, мерцающие? Пока нечем порадовать. Облазили все, но нет нигде кувалды. Хотя... Ну, не тяни кота за яйца. Кувалда бывший монолитовец и был мутноватый. Я тут вспомнил одну маленькую деталь. Любил он самодеятельность, и часто наведывался в район бывшего детсада. Мы, конечно, и там побывали, перешерстили все, но ничего не нашли. Сдается нам, что у него в том райончике тайничок. Сначала там были фанатики, позже военсталкеры. Потом их выбили хозяева. Любые группировки могли его найти, но кувалда непростой орех. Как-то во сне он бредил о поваленном дереве. Но мы так и не заметили никаких деревьев. Может, у тебя получится найти? О, ладно, прогуляюсь до детсада. Может, повезет. Держи научную аптечку. Вдруг он ранен и там лежит? Где-нибудь поблизости? Лишь бы не двухсотая. Удаляюсь в поиске. Благодарю за аптечку. Интересно. Поваленное дерево в районе детсада. Ну, хорошо, поищем. Значит, поваленное дерево в районе детсада. Вот оно. Нам нужно как-то перепрыгнуть на ту сторону. Как мы будем это делать? Все достаточно просто. Здесь вот можно по вот этим вот развалинам залезть, подняться вот сюда наверх. Сейчас тут аккуратно так вот встанем и запрыгнем. Ну-ка еще разок. Чуть-чуть вот сюда. Так, хорошо залезли. Потом перепрыгиваем сюда. И мы возле этого дерева. Здесь нам нужен тайник, который лежит под деревом. Вот этот ящик. Так, здесь Г-3. Ремкомплект, патроны, охотничий прицел и подсказка. Промежздание дерева. За ним подъезд. Ну и в общем, сейчас нам нужно будет здесь прыгать по телепортам. Конечно, вот это задание очень напоминает квесты из ОП-2. Значит, вот промежздание дерева и за ним подъезд. Тут у нас телепорт. Оказываемся мы на чердаке. Дальше никаких подсказок на удивление нет. Нужно телепорт искать самим. Мы подходим вот сюда. Так. Тут сейчас контролер. Можно даже его не осматривать. Движемся дальше. И еще дальше. Так, мы на крыше. Вот здесь вот нужно попасть в нужный телепорт. Потому что здесь телепортов два. Один ведет на другую крышу. А один на ту, на которую нам нужно попасть. Кстати говоря, уже вот с этой крыши мы можем наблюдать раненого кувалду, который вот там вот лежит. Значит, вроде как тут нам нужно обойти вот это дело вот так вокруг. И с этой стороны зайти в текстуры. Конечно, трындец. И где-то тут должен сработать телепорт. Что, не сработал? Ага. Ну, возможно, значит, нам нужно все-таки пройти сначала по неправильному пути. А потом уже... Ну-ка, где мы оказались? Эээ, ладно. Короче, я тут проходил сам без записи. Как-то прыгал, прыгал. Заходил в текстуры. Но вот сейчас мы пошли непоправильному пути. Оказались рядом со стадионом. Дальше сюда. Хорошо. Теперь мы на этой крыше. Разворачиваемся, бежим назад. Ищем телепорт где-то здесь. Вроде как. Да. Вернулись обратно на этот чердак. Опять бежим сюда. Опять в комнате с контролером красной бочки. Так, оказываемся рядом с этим карликом. Пробегаем его. Или может его надо замочить. Может тогда телепорт открывается. Не знаю. Ну и потом вот сюда вот заходим. Вот. И теперь оказываемся на кране. Здесь можем сохраниться. Так. Аккуратно. Тут перепрыгиваем. И вот он тайник. Такс. Значит. Тут картечь. Патроны. И еще патроны. И подсказка. Поздравляю. Ты нашел мой последний тайник. Забирай патроны. И одну подсказку зоны. ПРВД. Ну, короче. Здесь зашифрованы провода. После взятия этой подсказки может произойти вылет. Сейчас посмотрим, произойдет ли он у нас. Вроде как нет. Да. Значит, здесь главное не забирать все сразу. Через взять все. А забирать все постепенно. Тогда вылета, по идее, нет. Хорошо. Вообще, насколько я понял, это тайник стрелка был. Потому что у нас же здесь вот... А, у нас вот здесь вот было. Да, была подсказка. Которую мы нашли в тайнике на болоте. И здесь сказано, что следующий тайник нужно искать без позиционера. И он находится высоко в Припяти. Ну, вот, похоже, мы его сейчас и нашли. Так, дальше нам нужны провода. Провода. Тут нам, по-моему... По-моему, сейчас будем смотреть. Я уже забыл. Так. Да, вот они, эти самые провода. Кстати, по этим проводам мы лазили и в ОП2. Так что, конечно, ОП2... Ого. Так что, квест этот, ОП2, конечно, напоминает. Так, хорошо. Хотя, может, я зря там сохранился. Сейчас... Нет, вроде стоим. Так. Ну и, значит, аккуратно по этим проводам... Идем на соседнюю крышу. Так, 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 тик, 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 тик помню, мы, может быть, шли тут по этим проводам или по каким, но нужно было еще вот на это дерево залазить как-то. Куда-то вот туда. Или, может, это земли мы залазили. Или через эти провода. Ну, короче, да. Решил автор здесь включить вот такие вот моменты. Неоднозначные. Ну, ладно. Проходим. Все, почти дошли. Осталось еще немного. И мы на крыше. Все. Вон он лежит. Кувалда. Можем подойти и поговорить. Так, держись, мужик. Аптечка прилетела. Ты кто? Я свой, отмерцающего. Как ты сюда попал? Хотел снайпера убрать, что возле гастронома, но не опередили. Держи аптечку и дуем на базу. Хозяев выбили. Ко мне! Ко мне! Такс. Ну и все. Он отправляется на базу. Ну и мы за ним. Такс. Да, вот он. Сейчас пойдем где-нибудь присядем и поговорим. Ага. Как ПКМ собирать, так у тебя боль сразу прошла, да? Ну, всякое бывает, конечно. ПКМ собрал, снова стал хромать. Ну вот, значит, Кувалда практически дотепал до мерцающего. сейчас они, похоже, будут разговаривать. Спасибо, друг! Я, блин, уже с жизнью попрощался! Это вот сталкер, благодари. Он мне помог. Спасибо, друг! Такс, отлично. Нашел? Подранка. Снайпер постарался. Снизу его не найти, пока на крышу не попал. Отлично, шрам. Тайник, нашел его? Не только его. Еще схрон самого стрелка случайно попался. Твоему чутью, шрам можно только завидовать. А то, что обнаружить не могли, так это все его монолитовские штучки. Пусть пока отдыхает, лечится. Как оклемается, так и выдам ему по соплям за самодеятельность. А тебе человеческое спасибо, шрам. Какие планы у тебя? Может, с нами останешься? Ну, если только отдохнуть. Мне нужно с Кувалдой пообщаться о его прошлом, а дальше видно будет. Дело твое. Если что, тебе всегда здесь рады. Благодарю, мерцающий. Отлично. Ну, пойдем пообщаемся с Кувалдой. Так, куда он там пошел? Значит, вот, доковылял он тут до костерка. Ну и давайте под треск костра пообщаемся. Ну что, ты как? Оклемаюсь не впервой. Спасибо тебе еще раз, но как ты меня нашел? Хабар свой ненадежно спрятал возле бывшего детсада, а так я тебя давно уже ищу. Ты ничего не подумай, но Скряга о тебе рассказал. Я узнал, что ты излечился прямо в зоне от рака крови. Просто у меня дочь тем же больна. И я ищу для нее альтернативное лечение. Во как. Ну, хорошо. Служил я монолиту и причина тому как раз моя болезнь. Бесконечные молитвы до полного изнурения мне не помогли, но нашлись пара ученых, которые решили испытать на мне четыре модификата. Даже название не помню. Насыпили мне на пояс и стало легче. Как будто и не болел вовсе. Продолжай. В монолите я был охранником ученых, которые и навесили на меня эти абсолюты. Изредка попадал на КПП со стороны анархистов. Свобода была врагом, но торговые отношения велись. Мы им натовских патронов, а они нам водки и разной провизии. Водка запрещена в монолите и приходилось тарить по нычкам. Спалиться с водкой означало смерть. Так и познакомился со скрягой. Сначала было все отлично, но позже я стал ощущать дикие недомогания. Понял, что бесполезно было бороться с этим недугом. Добрался до своей нычки, взял водки, хряпнул для смелости и поперся в большую воронку. Что на ЧС. Думал, разорвет меня в пыль за секунду, но не тут-то было. В аномалии кружился вертолетный винт. Я с пьяну его сразу не заметил и лишь позже ощутил его на своей шкуре. Меня прижало к нему с такой силой и крутило вокруг своей оси так, что искры из глаз и цветные картинки не проходили минут пять. Далее сильный хлопок и не сразу я понял, что нахожусь уже на земле. Когда зрение пришло в норму, заметил винт на другой стороне аномалии. За раз протрезвел. На поясе не было уже тех абсолютов, но неподалеку светился родившийся модификат. Он сиял с переливами так, что просто к нему тянуло. Сначала боялся подойти, но потом решился его повесить на пояс. Сразу почувствовал сильную энергетику и улучшение зрения. Как заново родился. Ну а дальше что было? А дальше я понял, что болезнь напрочь отступила и я решил покончить с монолитом. Хотел податься к анархистам. Рассказал все скряге, он поверил, но Чехов с Лукашом ни в какую. Подался к одиночкам. Однажды нарвались мы на ведьм, а эти стервы нас атаковали внезапно и взяли врасплох. Пришлось мне за нашу жизнь отдать им абсолют сияние. Думал, слово не сдержат и порешат. Но старшая там Анжелика и звалась приказала нас отпустить. Позже мы примкнули к группе мерцающего. Я так понял, что этот абсолют сияния сварился в гравитационной аномалии благодаря четырем твоим абсолютам. Плохо, что название их не помнишь. Теперь этот абсолют у ведьм. Это плохо. Как ты себя чувствуешь? Прошло два месяца, самочувствие отличное, если не считать ранения. Насчет ведьм. Вспомнил одну деталь. Когда они занимают какой-то лагерь, то устанавливают сектор. В ПДА только не отображаются их сектора. Вот так молоток, кувалды. В моем ПДА отображаются. У меня специальный модуль. В мертвом городе сейчас отображается сектор 23. О, о как! А что будешь делать? Может с мерцающим перетереть? Нет, я туда пойду один. Если повезет, то заберу у них сияния. Шрам, ты в своем уме? Вдруг там вообще другая группа? И как ты в одиночку справишься? Мне не привыкать. Если что, схожу на разведку и вернусь. Лечи раны пока. Так, сектор 23. Да, что-то знакомое. Ладно, значит, опять мертвый город. Да, вот он, сектор 23. Ну что, получается, нужно топать в мертвый город. Хорошо. Так, перешел я в мертвый город, а там впереди что-то происходит. Шустрый и два наемника. Ага. Так, понятно. Все? Вроде все. Спокойно, спокойно. Лихо ты по ушам тешишь. Кто таков будешь? Я шустрый, они моих крышей убили, а я за свою жизнь им выдал левый координат из хрона. В нем абсолюты, но я со страху указал не тот гастроном. В Припяти их два. Они туда своего послали. Я испугался, думал, что их чел уже возвращается, а это вы. Но когда вас ближе увидел, то еще страшнее стало. Я помню одного шустрого, он был на базе чистого неба, это ты? Нет, тот шустрый погиб, где-то в районе ЧС, рассказывали в Припяти. В зоне ходят слухи, что какой-то бывший наемник со шрамом на лице чистит всех подряд. Одно слово профи, вот я и подумал, что вы это он, его говорят даже хозяева боятся. Верно глаголишь, он это я. Не нет у меня абсолютов. Чуток классных артов было, но скоммуниздили их вместе с хорошим броником. Броник жалко, его мне сам стрелок подогнал, когда-то он спас меня от бандитов. Кстати, похожая ситуация была, да, я также указал левый схрон, но остался жив благодаря стрелку, а теперь и вам обязан за жизнь. Мне казалось, что в руках стрелка и палка стреляет, а теперь понимаю, что не только у стрелка. Ну, если ты считаешь мой ствол за палку, то извини, брат. Как ты попал в мертвый город? Я когда-то работал на Сидоровича, выполнял всякие мелкие поручения, даже ночевал в его бункере. Все бы ничего, но однажды Сидор нарал на меня за то, что я храплю по ночам. Ну, я и прикололся, записал его храп на маофон и дал послушать новичкам. Тогда Сидорович озверел совсем и выселил меня на крыльцо одного из домов, что в лагере новичков. А когда стрелок открыл всем дорогу в центр, я тоже решил туда податься. Надоело на Сидоровича и шачить. Добрался до Припяти и услыхал там легенду о мертвом городе. Если бы я знал, что тут валится, то не совался бы сюда ни под каким предлогом. Кореша замутили воду, вот я и повелся. Ладно, у меня здесь свои дела, ты иди обратно в Припять, там сейчас спокойно, не нарвись на их посланца, если конечно он еще живой. Спасибо тебе Шрам, а блин, чуть не забыл, эти наймы, что моих корешей положили, больше на переодетых бандитов катят, но я видел еще двух, которые обитают в одном из двух домов, подслушал их ночной разговор, кажись проблема у них образовалась, они какие-то инструкторы и потеряли некую хреновину, я так и не понял, что они потеряли, если пойдешь вдоль забора, то увидишь эти два дома, если пойдешь в другой конец, то там два белых бюрера, а таких я даже не слыхивал, в центр города не пробраться, работает какое-то выталкивающее поле, я попытался пройти в центр, но меня швырнуло так, что чуть не убился, будь осторожен шрам, еще раз спасибо тебе, а я валю отсюда, благодарю за информацию, удачи шустрые, дуй в Припять, а я попробую поговорить с этими мерками, поговорить, да, но с одними тут попытался уже поговорить, не стал сразу сразу стрелять, так, ладно, вот, похоже, да, эти два дома, там вот виднеются, но давайте посмотрим, что здесь вообще, так, смотрим на биорадар, пока никого не вижу, судя по всему во втором, да, доме они сидят, так, давайте как-нибудь зайдем аккуратно, они же к нам враждебны, так, 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 задание провалено, может надо без оружия идти, или может с другой стороны как-то, или напрямую тупо, тоже провалено, ладно, давайте пойдем обойдем здание вокруг, так, зайдем как нормальные люди через вход, тихо, можно разложить спальник, это понятно, так, ребята, ну вы, конечно, даете, один из второго поджарил и греется, доброго дня, что за проблемы, господа, может помочь чем, ты кто такой, что дороже мне твоя знакома, неважно, я знаю, что вы инструктор, и у вас проблема с обходом защиты сектора, я проделал большой путь от лебедева, который отправил меня сюда, но по дороге узнал, что его завалили, подробные инструкции я должен получить у вас, проблема такая, на северном крыле обитают два белых бюрера, вот один из них и схавал наш телепортер обхода защиты сектора, лоханулись мы, малость, и блокнот с паролем потеряли, пока драпали сюда от этих бронированных уродов, а что это я тебе все рассказываю, а? Ты обкурился что ли? Какой еще лебедев? Пароль давай! Это я у вас его должен спросить? Ага, так, ну, кое-что мы узнали, сейчас мужики, подождите, так, все? Вроде все, такс, у каждого партифакту, можем гранату в принципе взять, может пригодиться, вдруг тут БТР и будут, значит, белые бюреры, ну, да, где-то они вот здесь вот ошиваются, я их уже не раз видел, ну, сейчас пойдем их мочить, так, значит, вот они, красавцы, а мы же нашли в Припяти в тайнике вот такой вот ствол, я решил его не выкладывать, давайте попробуем с него немного пострелять, вот оставил тут бронебойных патронов, ну, и сейчас посмотрим, так, по кому тут, давайте по этому может быть, ой, так вас там трое, ничего себе, да, ё-моё, вся толпа сюда, так, раз вы так близко подошли, тогда уже дело пойдет картечь, ага, ну, давайте, мужики, что же, ой-ёй-ёй-ёй-ёй, хорошо, спокойно, да, ребята, конечно, серьезные, ну, так, остался последний, все, вроде все, да, крепкие, ну, что, у кого телепортер, у тебя просто рука, а вот, похоже, да, и телепортер, обхода зоны защиты, так, сейчас этого проверим, ничего, сохранимся, ага, и попадаем к ведьмам, да, весело у вас тут, конечно, ха-ха-ха-ха, да, очень смешно, но, смешнее будет то, что мы на этом интересном, интригующем моменте закончим эту серию, да, давайте продолжим уже в следующей, на этом все, спасибо всем большое за просмотр, с вами был Хьюк, всем удачи, и пока. Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,